Чкилял! Это Пайп! Всем привет, это МСКРОН! 20 декабря в небольшом бельгийском городке Руселары Казанский Зенит провел свой второй матч в розыгрыше Лиги Чемпионов. Соперник – волейбольный клуб КНАК, который за последние годы дома не раз отнимал очки у топ-команд Европы. Правда, в этом году КНАК впервые за пять лет потерял титул чемпиона Бельгии и не является фаворитом в нынешнем сезоне. К тому же перед встречей с казанцами главный тренер КНАКа Стивен Ван Медегайль потерял из-за травмы колена основного забойщика диагонального Хендрика Тейерлингса. Это мы уже узнали на самом деле про смену. Но, с другой стороны, их диагональный тоже, в общем-то, неплохо сегодня сыграл. Ну, конечно, основной их диагональный – это основные диагональные. В этот вечер казанцами руководил Алексей Вербов, в то время как Владимир Олегов наблюдал за действиями своих подопечных со скамейки. Во-первых, 13-м лишним вне заявки остался Алексей Самойленко, а стартовую же шестерку составили Нгабет Спиридонов, Алексеев Лоран Олегов, Вольвич Лихошерстов и Валентин Кротков в роли Либера. Ребята, которые получают в этом сезоне меньше игровой практики, это все равно выбивает из ритма. Эта игра и ожидалась была такой тяжелой. Как мне показалось, было волнение по поводу своих ошибок. Все, конечно, хотели. Это желание показать, что они умеют. Они реально многое умеют. Потеряно вот это совместное чутье, когда играешь. Когда вместе стоишь, ты привыкаешь просто к этому. Немного потеряли вот эту концентрацию, потеряли вот это чувство ритма, чувство друг друга. Хозяева выиграли два первых очка. И с учетом позднего начала встречи по московскому времени, показалось, что у казанцев вполне могут возникнуть проблемы. Правда, в первой партии ситуацию удалось изменить буквально в трех расстановках. На подачах Вольвича и Никиты Алексеева. Дважды. 17-9. Зенитовцы играли раскрепощенно и на кураже, борясь за каждый мяч, при этом показав 100% атак первым темпом. 25-18. Мы очень хорошо начали первую партию. Все было эмоционально, мы действовали как команда, да, очень много в защите подняли, подстраховали. Это придало много эмоций. Хозяева при поддержке местных болельщиков, выбив казанцев с приема, перехватили инициативу. Лучшим у Кнака в этот вечер стал второй диагональный Луо Кин, набравший 17 очков. При счете 17-21 Алексей Вербов провел ряд замен, выпустив Сурмачевского, Михайлова и Будько. Но это не помогло. 20-25. Отдадим должен Кнаку. Все-таки команда домашняя, команда играет замечательно. И они показали очень хороший волейбол. Мы, к сожалению, после первой партии показали немного другой волейбол. Я каждый раз предупреждаю, что в легко выигранной партии это очень плохо, потому что она немного деморализует и расслабляет. Так и получилось. Мы начали уверенность вторую партию. 3-0. Все перевернулось в середине партии. Казанцы продолжили много ошибаться, допустив аж 11 недочетов за сет, потеряв сверхкомфортное преимущество. 12-5 превратились в 16-17. Плюс у бельгийцев полетел фирменный плавер. В этот момент Вербову вновь пришлось выпускать Михайлова, Будько и Андерсона, которые на этот раз сделали то, что от них требовалось. 25-23. Нет, никакой недооценки не было. Мы знали этот КНАК. Мы когда на собрании увидели, какую игру они могут предложить нам, а это комбинационная быстрая игра, мы сразу поняли, что легко нам не будет. Ни в коем случае. Плюс полный зал. После двух неубедительных партий зенитовцы взяли игру под свой контроль. 5-0 на старте четвертого сета. Аж 40 раз за матч пришлось принимать Алексею Спиридонову, который к тому же набрал 14 очков. Здорово проявил себя Никита Алексеев, настрелявший 18 баллов. А также Эрвин Нгапет, который оформил 4 эйса за партию. Ну, он сегодня сыграл очень эмоционально достаточно. Вот были моменты, когда он делился очень сильно. Но мне понравилось. Я вот хочу, чтобы Эрвин всегда такой был заряженный. И такой не в себе, а вот такой эмоциональный. Всего же в матче француз набрал 21 очко, став самым результативным игроком, оформив при этом 8 эйсов. 25-19 в четвертом сете и 3-1 в матче. С ними всегда тяжело играть. Ребята шустрые, быстрые. Хорошо, что выиграли. Плава Богу, собрались, перестроились, где-то добавили эмоции, где-то добавили какой-то концентрации. Меньше стали переживать. Получился результат. Там, конечно, были еще тоже небольшие провалы. Но, слава Богу, все пошло с хорошим. Ну, плохо играли. То есть, ну, первая партия очень хорошо. Я думаю, понравилось и всем, и тренеру, и Алексею Игоревичу Вербову. То, что потом с нами случилось, как бы тренер там в перерыве одну вещь правильную сказал, Владимир Иванович, как бы. Я думаю, что все себе возьмут это на заметку. Мягко говоря, что давайте мы будем играть, а не ходить показывать, что мы вот красивые, и у нас тут «Зенит-Казань» написано. Одержав вторую победу, зенитовцы уверенно возглавляют группу А, в которой в этом туре немецкий Франкфурт дома со счетом 3-0 переиграл турецкий Халкбат. Именно в Анкаре казанцам предстоит сыграть свой следующий матч, но будет это уже в новом 2019 году. Зенитовцы сразу после игры вернулись домой. Получив заслуженный выходной, команда начнет подготовку к трем последним домашним матчам года. Мы ждем вас в центре волейбола в канун Нового года. 23, 26 и 29 декабря на матчах против Новы, Газпром Югры и Ярославича соответственно. Время новогоднего волейбола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok